Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы молитвенно переживаем то воскресенье, которое в народе именуют прощенным ради Евангелия, которое сегодня читается во всех наших храмах. Но на самом деле это воскресенье посвящено изгнанию Адама из рая. Каждый человек, как начинает себя осознавать, он стремится к тому, чтобы жизнь его была на земле счастливой. И ищет к этому разные способы. Откуда в человеке вот это стремление к совершенству, к лучшей жизни? Как раз оно и проистекает из-за некогда утраченного Адамом, ну и Евы, естественно, рая. И вот эта, ну можно сказать, генетическая память о райской жизни, она и направляет человека по разным путям искать возвращение себе этого состояния. Но, к сожалению, самая страшная трагедия не в том, что человек потерял определенное место, и люди разошлись по лицу всей Земли и часто живут в нечеловеческих условиях, где порой большинство даже микроорганизмов не могут существовать. А совсем в другом. Это есть всего лишь образ того, что произошло с человеком. А произошло то, что человек утратил для себя само общение с Богом. Вот это непосредственно общение с Богом и было состоянием рая. Это можно себе представить, как вот маленький трехлетний ребеночек был на руках отца или матери, ну где-нибудь в метро или в каком-то большом магазине, и вдруг потерялся. Состояние у него отчаянное, он плачет, не знает, куда ему идти, и ему страшно. Кругом для него враждебный ему мир. Ему действительно остается только выживать. Хотел бы человек вернуться в это состояние, но между человеком и Богом возникла пропасть, которую создал сам человек, как и в случае с ребеночком. Как может ребенок потеряться в метро? Только одним способом. Через непослушание родителям. Либо ему сказали, стой здесь, никуда не уходи, либо он вырвался и убежал, и тогда проявил своеволие. То же самое здесь. Была дана для человека единственная заповедь. И вот человек ее нарушил, и остался один. Но память о том блаженном состоянии, когда человек находился в руках Божьих, и непосредственно с ним общался, с Отцом Небесным, своим Творцом, и источником всякого блага, имя которому – любовь, она осталась. И вот человек пытается здесь, на земле, уже без Бога, как-то сконструировать себе какой-то суррогат счастья. Одни находят это в водке, другие погружаются в любимую работу, третьи говорят, что это вот мои дети, четвертые занимаются искусством, пятые ведут всякую такую жизнь разгульную. Кто для себя что нашел? Какое-то пристанище, которое хоть как бы отвлекло человеком от этого, ну, ужасного состояния, попросту говоря, в котором находится. Некоторые вообще погружаются в мир музыки, оденут лопухи на ухи, и все время там вот в этом, так сказать, рок-чаду пребывают, подпитываются вот этими всякими наркотическими звуками. Тем самым создают себе иллюзию какого-то такого праздничного состояния. Очень многие думают, что вернуть себе рай можно только через деньги. 90% своего времени тратят на добычу денег, чтобы потом в отпуск или в выходной как-то расслабиться и почувствовать вот это райское состояние. Но это суррогат, а потом очень часто вот эти чувствования, они заканчиваются очень печально. Иногда внезапной смертью, иногда тюрьмой, иногда еще какими-то страшными вещами, о которых мы сами все прекрасно знаем. Вот перед Великим постом Святая Церковь нам напоминает об этом изгнании. Адам Израил, нашего правоцца. Для того, чтобы напомнить, что по преданию из книги Бытия можно ведь так рассмотреть, что Адам нарушил пост, потому что он вкусил то, что было запрещено Богом. Поэтому мы через пост, Господь как бы нам указует, что есть путь, через который мы можем вернуться в райское состояние. Но это райское состояние будет не от блаженства насыщения какой-то вкусной пищей. Это райское состояние будет не от того, что будет очень мягкая трава или теплый климат, не от того, что животные перестанут друг друга поедать, а это будет возвращение к Богу. И начало возвращения к Богу лежит через воздержание. И это воздержание начинается с самого простого. Воздержание от некоторых видов пищи. Но цель этого воздержания не, чтобы как-то изменить химический состав своего тела, а прежде всего воздержание от своих страстей. Потому что когда человек ушел от Бога, то он тяжело заболел. Вся его природа извратилась. С точки зрения Адамова бытия каждый человек рождается на земле уже извращенцем. В нас все извращено. Вместо смирения у нас гордость. Вместо любви эгоизм, себялюбие. Вместо щедрости жадность. Вместо умеренности расточительность. И так в каждом проявлении человек с самого младенчества он раздираем страстями. И завистью, и гневом, и сребролюбием, и гордостью, и унынием, и так далее. И очень от этого страдает. И чтобы облегчить себе страдания от этих страстей, человек вместо борьбы со страстями выбирает путь удовлетворения страстей. Даже построил в Европе, ну и в Америке, естественно, как некое такое продолжение, как некий аппендикс Европы. Общество потребления. Каждый человек оставляет после себя в течение года три с половиной тонны мусора. И человек, вообще само слово потребление, если вернуться к изначальному смыслу этого слова, перевести его на современный русский язык, это звучит так, общество истребления. Человек истребляет все. Воду, воздух, животных, насекомых, ну все, чистую воду и так далее. Все уничтожает. Целое общество, миллиард людей занимаются истреблением всего живого, ну и самого себя, как частью этого живого мира. И не может в этом остановиться. Это называется прогресс. Понятно, что очень нетрудно подсчитать, когда это вообще все кончится. Опять, путь к тому, чтобы продлить жизнь человечества, в чем может лежать? Только в посте, только в самоограничении. В самоограничении чего? Потребление, или в переводе на русский язык истребление. Чем больше человек себя ограничит в истреблении всего живого, тем дольше проживет человечество. Поэтому пост это вещь приобретает такой космический оттенок. Недаром, чтобы рассказать людям о том, что такое грех, святый пророк Божий Моисей, конечно, по внушению Святаго Духа избрал именно вот этот образ, как вкушение от древа познания добра и зла того, что Бог запретил. Потому что Господь нам, человеком, дал эту прекрасную планету, населенную такими удивительными существами, и такую красивую на вид не для того, чтобы мы превратили в гору мусора, что мы успешно делаем, и не для того, чтобы мы себя уничтожили, а чтобы она действительно стала раем для всех живущих на ней. Но мы успешно превращаем ее в ад. И нам указывается путь. И вот предпринимая Великий Пост, мы должны думать не только о том, что мы вкушаем, а мы должны своей мыслью немножко приподняться вообще над нашим бытием и посмотреть сверху вообще на масштаб происходящего. Тогда мы увидим, что чем дальше человек удаляется от Бога, тем ужасней становится жизнь и кошмарней возникает между собой человеческие отношения. И вот победа над страстями, конечно, с помощью Божьей, потому что ну как может сам человек из злого сделаться добрым? Это невозможно. Можно заставить себя быть вежливым, но невозможно, чтобы исчезли в человеке чувства недоброжелательности. С помощью каких упражнений можно доброжелательно отнестись к человеку, который тебе неприятен. А таких большинство, потому что люди, они все время нам досаждают. Ну, во-первых, потому что мы живем в Москве, а здесь у нас плотность населения в Москве много выше, чем в Китае. Много выше. Поэтому уже при такой скучности хранить какое-то вообще ровное расположение духа требует вообще больших усилий от человека. Потому что это становится просто невозможным для среднестатистических человека для его психики. И все мы знаем, что можно взять себя в руки, но не может человек изменить свои чувства. Это невозможно. И не может человек переменить свои мысли. У него есть какие-то привязанности, предпочтения. Человек не может это изменить. Изменить это может только сам Бог. наш Создатель. И Он действует в нас благодатью Божией. Пост смиряет человека. И Бог гордым противится, но только смиренным дает благодать. Поэтому с помощью поста, как одному из средств, человек может какую-то толику благодати Божией получить и использовать ее для того, чтобы очистить себя от страстей. Опять же, не своими усилиями, но только помощью Божией. Вернуться из извращенного состояния в изначальное, задуманное Богом о человеке. Постараться стать таким, каким хочет нас видеть Бог. И вот Господь, когда увидит старания, скажу каждого из нас, ну, того, кто захочет, Господь придет и поможет. Потому что за нас это сделать Господь не может. Потому что у нас есть свободная воля, и Господь не может насильно нас сделать хорошим. мы только можем засвидетельствовать своей жизнью и своими просьбами к Нему, молитвами, что мы этого хотим. Когда Он в этом убедится, тогда Он нам это даст. И вот одно из упражнений, которое Господь нам дает на этом пути, предлагается в сегодняшнем Евангелии всего четыре с половиной строки. Если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших. Слова понятны и ребенку. Почему? Потому что помимо тех страстей, которые бушуют в нас, у нас еще есть очень много того, что в нас осталось и заложено самим Богом. Например, чувство справедливости. Когда мы читаем эти четыре с половиной строки, мы видим, что это справедливо. Даже русская пословица есть. Как аукнется, так и откликнется. Мы можем прийти к лесу и с поля крикнуть ау. Мы крикнули ау, и нам откликается ау. И ничего другого. Это только справедливо. Поэтому чувство справедливости есть и у людей добрых, и у отпетов негодяев. И вот Господь взывает к этому чувству. Это не значит, что Господь вот так мстителен. Ах, как ты, так и я. Нет. Речь идет совершенно не об этом. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, о возвращении себя из состояния извращения себя любия в состояние любви. Люди несовершенны. Поэтому если мы будем мстительны и обидчивы, мы никогда не достигнем любви. Взаимопоношении между двумя людьми вернуться в состояние любви друг к другу можно только одним образом. Если один простит другого. Нет другого пути. любовь выше справедливости. По справедливости иногда надо убить, а по любви простить. И вот сам Господь действует именно так. Так как мы люди с извращенной падшей природой, по справедливости надо нас убить. Но Господь этого не делает. А каждому из нас, какой бы он не был великий грешник, дает шанс вернуться к любви Божьей. Но требует от нас таких же усилий, чтобы мы стремились к тому, чтобы войти в общение с Богом. Но если Бог есть любовь, как же наше сердце из полной обиды и ненависти может соединиться с Богом? Нет. Это невозможно. поэтому мы вот такие обидчивые, гордые, гневливые. Мы и не можем общаться с Богом, потому что наше сердце занято совсем другими чувствами. И путь к тому, чтобы вернуть в сердце любовь Божию, лежит через то, что мы будем прощать те мелочи, которые против нас совершили другие люди. Потому что то, как мы согрешили перед Богом, во много раз больше, то, чем согрешили против нас люди. Поэтому по справедливости мы должны стремиться к этому. Ну, конечно, при условии, если мы хотим соединиться с Богом. Потому что многим людям это вообще как-то уже и не требуется. Просто не чувствовать в этом какой-то необходимости. Как один ученый когда-то сказал, а я в гипотезе Бога даже не нуждаюсь. Ну, как некий человек, который с младенчества был сначала в доме ребенка, потом в детском доме, потом в интернате и никогда не видел ни семью, ни папу, ни маму и слов таких не слышал. Ну, поэтому как он может нуждаться в отце и матери, если он никогда этого не вкушал? Как можно хотеть ананаса, если ты его никогда не пробовал? Это понятно. Поэтому те люди, которые вообще никакого представления о Боге не имеют, то они в нем естественно и не нуждаются. Но все равно страдают. потому что в самой природе у нас заложено стремление к Богу, стремление к Раю, стремление к Блаженству. Вот перед Великим Постом мы должны помнить, что пост это ограничение себя во всяком проявлении зла. Пост это время, когда мы должны сделать шаг на пути к Богу. И этот шаг мы можем сделать только через ближних. Мы должны простить нашему ближнему его несовершенство. Тогда мы можем надеяться, что Бог простит и несовершенство наше. И если нам это удастся, дай Бог, чтобы так получилось, мы почувствуем, что жить в любви гораздо лучше, чем жить в ненависти. Простить гораздо для нашего сердца естественней, чем мстить и обижаться. Каждый из нас бывал в обиде. Мучительнейшее состояние это просто ад в душе. Когда человек в обиде, кому-нибудь не может приблизиться к нему, потому что в сердце его обида. И только когда мы прощаем человека от сердца, не просто на словах, как неразумные маленькие дети, мам, прости, больше не буду. Через пять минут то же самое. Просто он совершает такой некий бессмысленный ритуал. Но кому нужны ритуалы? Мы же взрослые люди. Не ритуалы нужны. Бог еще более взрослые существа, чем мы. Это мы, несмотря на свои лысины и седины, на самом деле глупые дети. Противные, невоспитанные, бездарные, завистливые, жадные, серебролюбивые, гордые и прочее, прочее. Это мы такие, он-то не таков. Поэтому он хочет нас воспитать, хочет от нас добиться, ну, не такой любви, которая есть у него к нам, потому что это его такая божественная любовь распространяется на нас таким образом, что даже вот таких, какие мы есть, и то он нас любит. И как всякая любовь, она нуждается и в ответном чувстве. Поэтому он хочет, чтобы и мы его любили. И путь к этому лежит вот только через возможность прощения. Поэтому мы должны постом, и недаром вот накануне постов совершается прощенное воскресенье, чтобы всем нам напомнить и еще раз показать, где лежит наше спасение и где находится возвращение наше в рай. Ни в одеждах, ни в домах, ни в деньгах, ни в автомобилях, ни в славе, ни в знатности, ни здесь. Оно лежит в примиренности со всеми. и если это будет примиренность, тогда будет и мир с Богом. Тогда мы опять к нему вернемся. И вот когда мы это почувствуем, мы испытаем состояние блаженства, которое никаким образом, ни за какие деньги, ни путем каких-то размышлений, медитаций достичь невозможно. Этого можно достичь только по благодати Божией, которая придет в смиренное сердце. В чем нам, Господи, и помоги. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава